По поводу конференции, которая проводится уже не первый год, какое значение она имеет для российских ветеринарных врачей, которые специализируются на лошадях? Конференция наша проводится с 2001 года. И она, конечно, очень важное мероприятие для практикующих врачей, потому что это, по сути дела, такой некий ликбез. И звено последипломного ветеринарного образования, которого, к сожалению, пока еще нет системно ни в одном вузе нашей страны. Я знаю, что некоторые институты начали вводить специализацию, но это настолько малое количество часов, что научить чему-то студента за этот мизерный отрезок времени невозможно. Поэтому так уж случилось исторически, что наша конференция стала таким, наверное, единственным курсом образовательным в ветеринарной медицине лошадей. И из года в год к нам приезжают одни и те же врачи практически, потому что они как гусенка-гусенки нанизывают свои знания и получают на самом деле очень полезные практические советы от самых лучших лекторов мира. У нас сложились очень хорошие взаимоотношения со Всемирной Конской ветеринарной ассоциацией, благодаря чему мы имеем возможность приглашать лекторов бесплатно. Это очень важно, потому что все платные мероприятия на Западе – это очень дорогостоящая вещь, и нашим врачам абсолютно очень мало кому доступное. Хотя наши врачи тоже некоторые ездят и получают даже дипломы иностранные об образовании высшем. Их, конечно, единицы, но для того, чтобы дать возможность тем, кто живет в России, достойно развиваться, вот мы придумали эту программу когда-то, много лет назад, и я считаю, что мы ее успешно воплощаем в жизнь, несмотря ни на какие кризисы, несмотря на сложности. Хотя был момент, например, 2008 год, когда практически все спонсоры отказались помогать нам, и некоторые спонсоры говорили, ну не проводите теперь ничего. И мы собрались тогда, и обсудили, что мы будем делать, и решили, что у нас будет просто обучение, у нас не будет никаких вечерних банкетов, у нас не будет награды, мы раньше вручали награду ветеринарный крест, сама по себе награда была таким арт, красивым арт-объектом, и стоила достаточно дорого. Ну, мы просто перестали выпускать награду, перестали проводить какие-то вечерние мероприятия, но решили, что мы будем продолжать образование. И мы не остановились ни на один год, и более того, когда эквироз стал проводиться весной, мы весной тоже начали проводить конференцию, поэтому два раза в год мы собираемся в Сокольниках, и осенью это часто бывает вместе с практикой какой-то, а весной обычно только теория. Ну, опять-таки, это варьирует в зависимости от темы, в зависимости от желания лектора провести ту или иную практику, и от того, что какой-то конный комплекс выступил инициатором, принять у себя практическое занятие. Ну, мы очень благодарны всем тем компаниям, которые нас поддерживают многие годы, благодарны всем людям, которые верны и приезжают из года в год слушать, и верят тому, что мы привезем хорошего очередного специалиста. Ну, например, тот, кто у нас выступал в эти дни, доктор Ролан Перин, это очень известный ветеринарный врач из Франции, из клиники в Версале. Он, в общем-то, один из самых выдающихся учеников известного доктора Фрэнсиса Деброса, который сам практиковал всю жизнь, создал клинику в Версале и ушел на пенсию, будучи президентом Академии наук Франции. То есть, ну, выше только звезды, наверное, правда. И мы очень благодарны Ролану, что он совершенно бескорыстно приезжает к нам уже сколько лет подряд и даже начал учить русский язык. И он очень много говорит о том, ну, как и многие другие врачи, те, кто к нам приезжают, что наши российские слушатели очень жадные до знаний, что очень часто лектор едет куда-нибудь в хорошую обеспеченную страну, тоже понимает, что интерес у профессионалов высок, что они слушают, они серьезные записывают. Но таких горящих глаз, как в России, они говорят, они не видят нигде. Потому что, правда, у нас дефицит знаний, и те, кто действительно хотят учиться и развиваться всю жизнь, они с жадностью впитывают каждое слово. Они просят лектора дать скопировать презентацию. Они друг у друга переписывают. И я знаю, что есть люди, которые приезжают, записывают на видео полностью лекции для своих друзей. Потому что из регионов очень немногие могут приехать порой, и они договариваются о том, что делегируют одного, он приезжает, все записывает, потом под копирку отдает своим коллегам или делится видео. То есть такая солидарность, это очень большого стоит. И несмотря на то, что, как в любой сфере, наверное, есть и конкуренции, есть и какие-то разборки, это невозможно избежать. Все равно я вот очень рада наблюдать, что наше ветеринарное сообщество едино, все равно едино, несмотря на всякие какие-то редкие склоки, какие-то там недомолвки или какие-то недовольства друг другом. Все равно, когда собираются люди в одной аудитории, это невозможно не почувствовать, что люди имеют какую-то общность, и они друг к другу дружелюбны. Это тоже очень важный момент, потому что все-таки в наше такое трудное время должны быть какие-то для души вещи, такие теплые какие-то. Я считаю, что наша конференция этому тоже послужила, очень большую сыграла роль в том, чтобы как-то людей объединять. Поэтому я считаю, что нам надо продолжать, идти дальше и не останавливаться, не сдаваться никогда, несмотря на то, что сложно. Мы уже, в общем-то, поняли, что мы самодостаточны и можем существовать без какой-то поддержки извне, если так случится. Ну а если она будет, то мы всегда очень рады, и мы сотрудничаем и с множеством компаний фармацевтических, и компаний, разрабатывающих оборудование. И все находят в этом много пользы, потому что мы собираем профессионалов два раза в год в одном месте, и целевая аудитория готова для того, чтобы воспринять какое-то знание. Это очень ценят ведущие компании, потому что, если заниматься просто рекламой, то это гораздо более серьезные вложения денежных средств по сравнению с тем, что работа с человеком глаза в глаза, так скажем. Поэтому мы очень благодарны этой площадке, нам сокольники дали очень-очень много своей поддержкой, тем, что они предоставляют под наши запросы любые площадки. Если нам нужен манеж, нам дают манеж. Если нам нужно что-то делать в деньке, нам дают денег. Если нам нужен конференц-зал, нам дают конференц-зал. И, конечно, это очень ценно. Мы очень ценим и уважаем организаторов за то, что они к нам так относятся. Для них, конечно, это тоже большой плюс, потому что, зная о том, что сюда приезжают от 100 до 200 профессионалов ветеринарии, компании, выпускающие ветеринарные препараты, подкормки, оборудование, заинтересованы в том, чтобы брать стенды. То есть такой взаимовыгодный интерес. На самом деле, это очень полезно, и он есть этот интерес. Поэтому, когда все идут в едином строю, то всегда получается хороший парад, так скажем.